Ну что, всем огромный привет! С вами снова я, Кирилл. Добро пожаловать на мой канал. И, наверное, пришло время немножко попроваживать 21-й год и встречать 22-й. Ну иди сюда. У меня тут собачка все просится, у меня тут рядом диван, она тут вся изнемогает. И постоянно, когда нажимаю на кнопку включения видео, она прям лезет на руки. Там хочет пооблизывать бабку, там еще что-нибудь. Она тоже хочет попровожать 21-й год. Я думаю, вы все уже там как-то у себя в голове или кто-то на бумаге изложил свои итоги 21-го года. И больше чем уверен, что там большинство все-таки хороших изменений. Потому что, знаете, как-то вот я недавно думал, все-таки у человека, как-то человек так что ли устроен. Очень редко бывает регресс. Все-таки это какой-никакой прогресс. И тем не менее, каждый из нас достиг там, встал на ступень выше. Поборол там, например, свои какие-то там страхи. Стал чувствовать увереннее себя в себе. Себя в себе. Вот поэтому, думаю, у вас у всех положительные все-таки изменения. А собачка возвращается на диван. Сона, оставайся там. Вот что я хочу вам какие-то напутствия сказать. Как бы вы у себя одни, поэтому любите себя, цените и ничего не бойтесь. Вы знаете, наверное, последние два года в связи с этими всеми изменениями у людей начала присутствовать такая вот тревожность. Или там страх за будущее. Вообще, наверное, страх – это самая стопорящая эмоция. Потому что там были какие-то исследования, и было уже доказано, вот чего человек боится. В 90% случаев этого не случается. Поэтому, когда вы чего-то боитесь, это трата эмоциональных сил. Да и не только эмоциональных. Вот поэтому ничего не бойтесь. Как бы. Потому что реально. Ну, уходи, сон. Она тут своими когтями, блин. Тири, тири, тири. Ну, сон, наверное. Кажется, смотришь, мир все тут испортишь. Вот. Поэтому, как бы, ну, вы сами знаете, что вам нужно. Ну, вот, лично от меня такой вот страх – это ненужная эмоция. Оберегайте себя. Оберегайте себя от негативных эмоций. Не допускайте в свою жизнь негативных людей, негативных эмоциях. Вот. И недавно, знаете, я тут понял такую вещь. Давно, на самом деле. Ну, черт. Вот как будто вчера было лето. Сейчас опять зима. То есть, очень быстро идет время. И черт, вот так вот аж показалось, что жизнь настолько короткая и быстро текущая, что нужно позволять себе и чаще получать радость и прожить эту жизнь как бы счастливо. Поэтому не ограничивайте себя ни в чем, вот, в рамках закона, вот. Поэтому позволяйте себе, вот, жить хорошо, счастливо и получать положительные эмоции. Вот так вот. Это как-то, что я еще хотел сказать. Вот. Кто-то проводит Новый год один, кто-то не один. Вот. Но, тем не менее, этот Новый год может стать как точка исчисления, например, что вы начинаете там в себе или вокруг себя изменять. То есть, как точка отсчета. Знаете, потому что есть такое, типа, поверье. У некоторых Новый год начинается с 1 сентября. То есть, как с учебного года. А у некоторых с 31 декабря. Вот у меня как-то Новый год не с 1 сентября начинается. Исчисление само. Когда там новые планы строишь или еще что-то. А именно вот как-то с 31 декабря. Вот. Тоже я там много всего себе надумал. Интересно будет, получится это все или нет. Вот. Поэтому посмотрим в Новом году. Куча было видео создано. Вот. Дофига я не вел подсчеты. Но, надеюсь, они вам принесли положительные эмоции. Поэтому вот так вот. Я вот Новый год буду справлять один. Буду пить игристо и виски. Может быть, еще что-нибудь куплю из алкогольной продукции. Но еще не знаю. Вот. Потому что если придерживаться виноградной истории. То есть, что-нибудь и вину, может быть, надо взять. Не знал. Вот. Поэтому, знаете, еще. Именно вот провести этот праздник. Кстати, вот. Блин, так гуляю по темам. Я вот давным-давно, говным-говном, и очень давно придерживался такой вот истории, типа вот эти вот все праздники, Новые годы, вот эти вот украшения, типа там елку нарядить. Вот это все, что-то, это что-то типа там ненужная хрень. То есть, это все не нужно. Вот эта вот история. А на самом деле, по-моему, в прошлом году я понял, что вот эта вот вся история, гирлянды, елка, это символизм, который также привносит в нашу жизнь что-то хорошее, доброе. Поэтому вот эти вот все праздники, как бы, вроде бы и ненужные, на самом деле, они вносят в жизнь разнообразие, как будто бы разнообразие и создают такие вот якоря. То есть, куда можно вернуться, где можно расслабиться, повспоминать, что есть такой вот праздник Новый год. Поэтому уже второй год я наряжаю елку, она у меня появилась в прошлом году. Вот я начал наряжать елки, вот, и в этом году также. Потому что, ну вот это вот, знаете, особое новогоднее настроение, особое время года, вот эти вот все салюты, праздники. Именно тот день, когда, на самом деле, всегда можно себе позволить, но именно почему-то вот в этот день можно позволить себе дикую обжираловку, дикую какую-нибудь праздник с живота. Вот. Ну, короче, знаете, вот такие вот основные праздники, мне кажется, их нужно праздновать. Хотя раньше я был об этом другого мнения, потому что они вносят в жизнь разнообразие и как раз-таки те самые положительные эмоции. У некоторых с детства это все привязано, потому что именно все в детстве собирались всей семьей, наряжали там елку и праздновали праздник. Ну, сейчас не знаю, как вы будете праздновать, напишите об этом в комментариях, но тем не менее, желаю вам хорошо отметить этот праздник. Кто будет в одиночестве, вы можете прийти ко мне на прямую трансляцию. Вот. Я организую свой праздник, вот, для одиночек. Кто будет в одиночестве гордым, вы можете прийти ко мне в 9 часов вечера на трансляцию, где мы будем встречать Новый год. Вот. Также хочу сказать, что это... Кому недостаточно на моем канале влогов. Вот у нас сейчас на спонсорском отделе уже четвертый влог вышел предновогодний, поэтому оформляйте спонсорство. Это также можно, по-моему, с андроидов или с компьютерной версии сделать. То есть у меня ссылка под каждым видео есть. Попробуйте на нее нажать с компьютера или с телефона. Вам там должно все вылезти, и вы можете посмотреть там разные влоги. Вот. Ну, это тем, кто особо меня любит, особо хочет посмотреть. Там какие-нибудь вложики и такие же там всякие рассуждения. Истинуционные. Вообще, в 22-м году, не знаю, у многих моих знакомых, мы недавно обсуждали, присутствует некая тревожность. Типа, что будет в новом году? Какую еще жабу нам там подложат? Не знаю, мне кажется, человек настолько живучий, млекопитающий, вот, что он вытерпит все. Поэтому мы с вами все вытерпим, все переживем, да еще и успеем, то есть, порадоваться и хорошо провести 22-й год. Блин, только что голову помыл. Все какое-то пушистое. Вот, вот так вот. Парфюмерных планов так особо у меня нету. Как бы, парфюмерные планы знакомятся с новыми брендами. Ну, и побольше, конечно, парфюмка. Возможно, парфюмерный шкаф. Хотя, вот, не знаю, парфюмерный шкаф в съемную квартиру ставить. Какой-то бред. Вот, потом, там же у меня будет куча всяких разных дел. И выездных, и невыездных. Ну, как-то, знаете, я не переживаю. Потому что, ну, как раз-таки, вот эти вот страхи, это такие, знаете, стопоры. Стоперы, которые в основном в своем случае не происходят. Вообще, не советую вам бояться. Не рекомендую. Не бойтесь ничего. Потому что мы сильные. Вот так вот. Поэтому, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. До встречи с вами в Новом году. Будет еще больше видео. Больше всяких разных историй, ароматов. Вот. Возможно, будут подключены и новые рубрики. Там всякие вспомненные мейкапы. Мы к вам не посмотрим. Ну, а тому, кому мало меня, можете оформлять спонсорство. Потому что там очень много разных видео. Как влогов, так и всяких рассуждений. Моих психологических отчуждений. Поэтому все. С наступающим. До новых встреч. До новых встреч в Новом году. Желаю вам всего самого наилучшего. До нового видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok